Приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги Воплощение Мечты. Кто со мной не знаком, два слова буквально. Я заводчик, кинолог заводчик, у меня питомник Корги. Соответственно весь мой канал посвящен моему питомнику, моей жизни, жизни собак, щенкам. На сегодняшний момент мое просто хобби переросло в очень важный такой момент. Таро, я делаю прогнозы Таро для своих друзей, для тех людей, кому нужна помощь, на города Украины, на Украину, на события в Украине. Делаю я это потому, что чувствую в этом острую необходимость. Вот просто чувствую, что это нужно, и потому что прогнозы, которые я делаю сбываются, сбываются они еще начиная с декабря месяца. Происходит, я не знаю почему так происходит, но происходит как происходит. Поэтому пока есть в этом необходимость, на своем канале я сделаю прогнозы Таро. Очень надеюсь, что скоро наступит мир, и я снова вернусь к собакам. Кстати, иногда я выкладываю собак для разрядки, для того, чтобы ваши детки посмотрели на собачек, поулыбались, немножко посмеялись и немножко сменились у них картинки. Вот эти военные картинки по телевизору бесконечные сменились на картинки милых корги, которым, как бы там ни было, они все-таки несут мир в позитив. Так вот, сегодня я хотела бы поговорить, все-таки сделать расклад на Киев. Очень просят. На Киев я делала не так давно расклад. Ситуация там шла о том, что жатишье временно, и Киеву придется держать удар, серьезный удар в спину очень скоро. Но судя по ситуации, то, что я сейчас вижу в новостях, я так понимаю, сейчас очень сложно в Киеве. Очень сильные удары, и опять наступают. То есть, соответственно, видите, все сбывается. Ой, это все, конечно, сложно. Давайте попробуем еще Киев на следующую. Ну, второй не указывает точно даты, да, но мы предположительно берем вот неделю, 10 дней. То есть, это все предположительно, примерные даты на ближайшее время. Попробуем Киев на ближайшее время. События в Киеве на ближайшее время, да, относительно войны. По вашим просьбам. Киев. 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 Киев, сегодня, слава Богу, несмотря на такие тяжелые новости, то, что я наблюдаю, все-таки сегодня, в какой-то веке, я могу для Киева сделать благоприятный, ну, относительно того, что было раньше, благоприятный прогноз. Впервые за уже довольно большой период времени. Кто просил карты показывать, вот карты. Мне просто неудобно, телефон на стойке. Если для кого-то эти карты просто что-то могут сказать. Так, троечка жезлов, десятка пентаклей, четверочка мечей, королева кубков, императрица. Основные карты, основные события. Сегодня хочу немножечко приятного сказать Киеву. Во-первых, пошли какие-то процессы наступления, уже не сплошная оборона. Видите, человек начинает путь, он уже его выбрал, он уже определился, и он начинает путь. Я могу воспринять эту карту, да, прочитать ее, как уже наступление. То есть мы начинаем свою дорогу, да, наша армия начинает свою дорогу. Не только защищается, но уже начинаем отбивать, уже более так, да, атакуем. Всегда, в каждом раскладе, вот в каждом, в каждом раскладе, кто следит, можете посмотреть, десятка пентаклей падает всегда. Это говорит о том, что аккумулированы в Киеве огромные-огромные суммы. Гуманитарки, финансовые, то есть делается все, сумасшедшие деньги вкладываются в Киев ради того, чтобы он выстоял, и людям было относительно как-то реально жить для того, чтобы гасить там все эти пожары, наводить порядок, поддерживать вот эту всю отрасль бытовую, да, чтобы у людей было отопление, свет, вода. Вы даже не представляете, какие огромные суммы на это уходят. Просто сумасшедшие усилия уходят на то, чтобы киевляне могли жить, чтобы не было гуманитарной катастрофы в Киеве. Потому что гадости там происходит много, естественно, да, там бомбят, там бомбят. Это ужасные такие происшествия, соответственно, Киев держится сейчас на огромной-огромной финансовой поддержке, кроме всего прочего. Четверочка мечей. Это как раз следующее затишье для киевлян. Немножечко, я думаю, в ближайшее время опять снова будет затишье. Чуть потише вот эти все атаки, уменьшится их количество, их концентрация, да, чуть подутихнет. Итак, у нас королева кубков императрица. Говорят о начале возрождения. Начало возрождения. Поднимают голову Киев потихонечку, осматривается, да, то есть еще чуть-чуть, Киев, еще немножечко. Мы делаем расклад, и тогда ближайшие там вот как на 10 дней. Уже ситуация идет на лучшее, уже на улучшение. Я думаю, что такой вот на данный момент самый кризис, он позади. Так, далее я сделала расшифровочку, да, под паузой. Почему пауза? Посмотрите, почему. Потому что наши войска, вот они, пошли в наступление активный. Жезлы, король Жезлов, идут в наступление, российские войска подвисают. У них более зависли, ситуация подвешенного. Соответственно, киевляне могут немножечко уже передохнуть. Отступают российские войска и приходят благие вести. Вот вам откуда пошла вот эта карта, о чем она говорит, четверочка мечей. Можно ждать улучшения, затишья ситуации, да. Чуть-чуть Киева уже будет полегче, полегче. Будут ли сильные бомбежки, разрушения. Ну, смотрите, сопротивление еще следует ожидать. Сопротивление еще следует ожидать. Очень сильных бомбежек не вижу. Не вижу. Хотя, да, еще довольно-таки активные действия и по королеве Жезла. Видите, еще активность в Жезлах, она есть. Но так, чтобы прям вот башни и какие-то глобальные разрушения, уничтожения города уже нет. Смотрите, звезда, это шанс, шанс на победу, шанс на улучшение, шанс на воплощение мечты. Карты очень-очень приятные сегодня. Прям Киев, сегодня же праздник большой, да. Это, наверное, в честь праздника, в честь праздника такие карты приятные. Это лучший, лучший расклад за все время, которое я делала на Киев. Правда, он лучший. И впервые в нем я не вижу каких-то очень сильных разрушений, да. Хотя вот сейчас мы видим в новостях, там ужасные такие бомбы скидывали, торговый центр разрушили. Но я думаю, сейчас будет вот ближайший период, будет затишье, и наши начинают гнать. Наши начинают гнать от Киева помаленьку. Уже процесс пошел, уже пошел. Ну, вот по картам так, по картам так. Надеюсь, что так оно и будет и в жизни. Такие. Что сейчас с Киевлянами происходит, да? Какое настроение? Чем живут? Чем живут Киевляне? Киевляне, молодцы, конечно. Киевляне, вот кто бы вас сомневался? Вот никогда не сомневалась в наших людях, наших киевлянок. Посмотрите. Вы просите показывать карты? Я показываю. Ну, мне неудобно стол показывать. Посмотрите. Киевляне, вы способны на чудеса. Вы делаете все, что от вас зависит, и даже больше, чем вы можете. Вы просто герои. Императрица. Возрождение. Жизнь продолжается. Продолжается жизнь. Киев, несмотря на то, что он стоит стойко, отстаивает свой город, он живет. Живет жизнью, активно. И детки рождаются. Я вам скажу, более того, не только рождаются детки, но и детки сейчас начинаются тоже. Мы начинаем. Опять та же карта. Помните? Троечка жезлов. Мы начинаем наступление. Киев начинает идти вперед. Ну, и карта выбора. Это решение. Это какие-то серьезные решения, когда сейчас в Киеве происходят важные решения. Ну, естественно. Естественно. А где же им происходить? Они происходят в Киеве. Киевляне выбирают, принимают для себя такие судьбоножные решения. Ну, это понятно. Вот. Еще выпала здесь такая карта у меня. Крушение связей. Крушение связи. Когда люди будут терять друзей, терять отношения с людьми. Кому ты доверял, верил. И вдруг эти отношения разрушаются. Когда видите, разрушение каких-то сложившихся компаний, сложившихся в мнении о человеке. Да, когда ты много лет думал, что этот человек такой, а он оказывается не такой. Либо много лет семья была вместе, да, и семья разрушается. Разъезжается. То есть, вот, крушение каких-то коллективов, каких-то мнений, какого-то впечатления о людях. Вот такое вот это происходит у людей. Ну, и, конечно, продолжается. Видите, люди, кто может, уходят, уходят. Все это остается еще. Ну, Киев. Все, расклад заканчиваем. Ну, Киев все-таки активен. Киев живет. Киев сопротивляется. Киев не в панике. Люди держатся, молятся и борются. Борются за свою жизнь, за свой город. Ну, вот такой вот расклад. Судя по нему... Птицы... Ну, извините, я не могу никуда своих попугаев деть, потому что это их дом. Поэтому они имеют в этом доме право голоса. Поэтому поют. Киевляне молодцы, держатся. Просто герои. Браво, Киевляне. Киев, я надеюсь, в ближайшее время у вас будет некоторая передышка. И мы... Видите, вот, смотрите, я загадала и вытягиваю карту. Видите, праздник, праздник в семье. Я думаю, вы немножечко вздохнете. Вздохнете. То есть сейчас пойдет фаза отбивания. Ну, что-то такое, да. Хотя бы, может быть, хотя бы начало, какое-то контрнаступление. Но в любом случае расклад позитивный. Позитивный. Я очень рада. Я очень рада за Украину. Я очень рада за Киев. Ребята, дай бог, чтобы так и было. Дай бог. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...